Привет, друзья! Сегодня среда и с вами новый выпуск Факнеролл подкаста. Это Денис Рублевский и Денис Ким. Спасибо всем огромное за обратную связь. Мы читаем ваши комментарии, смотрим, что вы там нам пишете. И сегодня у нас есть очень-очень интересная тема для разговора. Ну, это больше даже не тема, это, наверное, такие рассуждения. Вы нас очень часто спрашиваете, как нам новый альбом той или иной группы. И зачастую вам больше интересно мнение именно с новым звучанием. То есть, бывает так, что группа выпускает новый альбом, а там либо жесткий тяжеляк вместо какой-то там привычной попсы, либо наоборот, какая-нибудь жуткая вообще попса. Скорее наоборот. Вместо того тяжеляка, к которому все привыкли. В общем, давайте поговорим, почему группы меняют свое звучание. Да. Итак, ребята, знаете, что послужило темой для этого разговора? Совсем недавно, вот в этом году, вышел новый альбом группы Asking Alexandria. И очень многие подняли в интернете какие-то там, как это называется, интернет-война просто среди слушателей возникла. Что теперь Asking Alexandria это уже не пост-хардкор и вообще это не металл-группа. Это теперь, блин, какие-то Imagine Dragons. Вот. Собственно, я послушал этот альбом. Я не могу сказать, что мне он не понравился. Некоторые песни мне понравились. Но проблема в том, что я даже, наверное, я всего лишь две песни запомнил. Я не знаю, ты слушал этот альбом, нет? Нет, меня Господь миловал. Простите, пожалуйста. Мы сейчас будем обсуждать что-то, о чем я не имею ни малейшего представления. Нет. Ну, хусь им Саскин к Александрею. Зато я послушал последние альбомы, там, Break Me The Horizon, Bullshit From My Valentine, Папа Рощ и очень многих других челкарей, о которых, мне кажется, тоже мы сегодня поговорим так или иначе. Ну, в общем, что я хочу сказать, очень такая, достаточно специфичная тема, потому что это уже, знаете, определенный тренд. Потому что, я не знаю, с какой группы это началось, но, наверное, все-таки с Bremia The Horizon, потому что в свое время, помнишь, они вообще же дедкор играли прям жуткий такой. Да, помню, помню, конечно. Хоть он и челкастый был там, этот дедкор, но, тем не менее, это была достаточно тяжелая музыка. Вот. Потом я помню, когда появились Bullet For My Valentine, они примерно в то же время были. Мне кажется, чуть пораньше даже. Ну, короче, мы говорим о вот этой волне MTV2 фэшн-кора, правильно? Да, ну, просто помнишь, вот, Bullet For My Valentine выпустили два альбома, а уже потом что-то пошло не так. Абсолютно верно, конечно. Я помню этот момент просто по одной простой причине, потому что я знаю только два альбома Bullet For My Valentine. А остальные слушали, возможно? Все остальные, да, я пытался слушать, и мне вообще не заходило. Вот, то есть я не знаю, в чем проблема, вот, просто как будто, ну, вот, мне не нравятся риффы новые там, мне не нравятся песни новые, то есть как они там построены элементарно, вот. А с Аскингами? Че? С Аскингами, вот, кстати, интересная история, потому что они, помню, выпустили... Я их раньше вообще не любил, просто они мне прям категорически не нравились, они выглядели, мне не нравилось, как они выглядели. Такой Юля-свиноматка Emma Core Style, да? Ничего себе, кого ты вспомнил. Да, еще, блин, Мэйдарлинг Бич, нахуй, сегодня вспомнил. Короче, ладно, я думаю, мы еще успеем там в следующих выпусках перемыть там кости группам, которые когда-то существовали на Дальнем Востоке. Ну, ладно, вернемся к теме. Так вот, мне не нравилось, как они выглядели, мне не нравилось, как они звучали, мне вообще все это не нравилось, блин, вот эти вот высокий вокал, вот этот пост-харткорный, прям, до писка прям. А потом в группу пришел Шафоростов, и ты их полюбил, правильно? Вот именно, что нет, как раз-таки вот Шафоростов чуть опять не вернулись с ним к этому звучанию. Так вот. Это же период, когда, короче, они начали хардрог хуярить, медляки стали крутые записывать. В шестнадцатом, по-моему, или в пятнадцатом году они выпустили альбом, как-то From Death to Destiny, по-моему, называется. Очень крутой, прям, мне очень понравился. Которую вся кора общественность просто разнесла в пух и прах и сказала пиларас. Но, тем не менее, это один из лучших альбомов, считается, на сегодняшний день, да, именно в коммерческом плане. А как определить успех, да, именно в коммерческом плане, то есть позиция в чартах, как они продались, там, эти альбомы и так далее. Так вот, для меня было очень не свойственно, что мне такие говорят, послушай, это очень крутая, типа, тема. Я говорю, да и что там может быть у этих Хаскинг Александре вообще крутого? Ну, я думаю, ладно. И как раз мне там YouTube начал советовать. Все же знают, да, когда ты о чем-то говоришь, тебе раз начинают эти соцсети что-то там советовать. Послушаю, блядь, микрофон, да? Да, 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 да. Вот, и я послушал, посмотрел клип, он так, по-моему, называется, From Death to Destiny. Я офигел, то есть я ожидал увидеть вот эти вот там писклявые вокалы, потом брейкдауны, вот эти вот приседания, короче. Нифига, я увидел хард-рок, то есть я прям, во-первых, поменялся очень сильно вокал. Как говорят, там, типа, в то время вот их вокалист Дэнни Уорсноп какую-то там перенес на себе... Инфекцию. Ты же скажи венерическую. Ну, абсолютно верно, так и было. На связках. Гонококи, блядь, он заглатывал, и его проникли до связки, да? И поэтому очень хрипло и низко стал петь. Венерическая инфекция на голосовых связках, звучит интересно. Но это, наверное, только в посткарткоре и возможно. Так вот, я услышал хард-рок, мощный мужской вокал, не было вот этих беспонтовых, однотипных брейкдаунов, все поменялось, звучание другое. Я думаю, опа, а теперь я послушаю. И я послушал этот альбом, на этом же альбоме была баллада, я офигел, там баллада была. Муви-мон она называется. Да, прям, вот прямо в душу, я думаю, нифига, я что сейчас слушаю, Аскингов или, не знаю, Iron Maiden какой-нибудь там. Дёсик, ну просто видишь, ты любитель хард-рока, тебе блескатка и музыка, поэтому ты пришел от нее в восторг, правильно? Да, но тем не менее, это все равно слушалось современно, это слушалось свежо и интересно. И еще немаловажный факт сыграл, ну то, что мне этот альбом понравился, потому что я не ожидал такого от этой группы. Я скажу так, что после этого Аскин и Александрия начали двигаться в этом направлении. К сожалению, от них потом ушел Дэнни Ворснуп, они потом записали абсолютно беспонтовый альбом, с которого, по-моему, ни одну песню вообще не играют на концертах, насколько я знаю. Это вот тот самый альбом с Шофоростовым. Вот. И после этого к ним вернулся Дэнни Ворснуп и они записали еще два альбома. Одноименный Аскин и Александрия, насколько я помню, 17-го года. И вот вышел совершенно новый, я даже не помню, как он называется. Ты мне расскажи, я, друзья, прошу прощения, я не подготовлен к сегодняшнему выпуску. Да, все ты подготовлен. Что, хуйня просто? Полная хуйня? Да, в том-то и дело, что нет, понимаешь, их лучший альбом считается 2017-го года, который так и называется, Аскин к Александрии. Ты сказал, что он похож на Imagine Dragons. Нет, это вот крайний, последний альбом. А, все. Вот, и он реально похож на Imagine Dragons. Значит, 100% хуета. Ну, в том-то и дело, что там две песни нормальные. Я, к сожалению, ну, опять же, нормальные, понимаете, то есть я могу там назвать несколько треков там с предыдущего альбома, с альбома From Death to Destiny, но крайний альбом, я не помню ни его названия, ни песен, которые мне понравились, вот, потому что, ну, они реально, ну, как... Сколько песен в альбоме? Штук здесь 12 и 2 пиздатые, да? Ну, да. Короче, как Ама Бритми за Хорайзер, да? Вот, кстати, это тоже, вот мы сейчас к ним тоже это придем. Вот, и я скажу так, это реально Imagine Dragons. То есть, вот все, что говорят фанаты там, это реально. И, к сожалению, к сожалению, если там хард-рок им еще как-то шел, помнишь, они даже Епиху записали, где они сыграли кавера на Motley Crue там и так далее? Это была крутая Епиха. Ну, потому что мы, еще раз, потому что мы любим все это дерьмо старое, мы любим все весь этот глэм хард-рок, и он вообще в кассу там был. Так, фанаты их тоже приняли это, но вот последний альбом, ну, просто лютая херня какая-то. И я скажу так, с одной стороны, я не могу сказать, что это плохой альбом, но с другой стороны, я его не слушаю, потому что, ну, я вот реально помню только, что мне понравились всего лишь две песни. Внимание, вопрос. Почему так произошло? В чем дело? В чем первопричина того, что группа, не знаю, как правильно сказать, настолько с одного угла в другой мечется? Есть мнение, что вот после очень крупного коммерческого успеха в 2017 году, где они там, так сказать, новый курс звучания... Забодрились. Да, достигли апогея, заработали кучу денег, и они решили, а давай следующий альбом запишем еще легче. И в итоге вот мы получили вот этот альбом, и, к сожалению, все от него сейчас плюются. Вот. Есть другие примеры, вот те же Брин Миза Хорайзен, которые Денис сейчас вспомнил. Не к ночи упомянул, да? И я так скажу, у них лучший альбом считается 2015 года, Z-Spirit он, по-моему, называется. Ну, многие поспорят, потому что какой-нибудь там Shadow Moses, по-моему, альбом, да, он для некоторых, он там суперкрутой. Конечно. Но Брин Миза Хорайзен это яркий пример тогда того, как группа менялась звучание от абсолютно тяжелого, дескорового такого, абсолютно некоммерческого, какому-то вот как раз-таки пост-хардкору и что-то Линкин Парка подобного. Но этот путь был плавный ведь. Да, плавный и, знаешь, в определенный момент эта плавность пришла вот к альбому The Spirit, на котором там куча хитов. Не, нехуя, эта плавность привела к вот этому последнему альбому электронному. Так вот с ним. Вот эта 19-минутная хуя вот эта вся. А вот в том-то и дело, что с него как-то это стало резко. То есть если посмотреть на предыдущий альбом, там это как-то было постепенно. А тут вышел The Spirit, потом они бомбанули Ама, на котором всего лишь две рок-песни, это Mantra и Wonderful Life. Я категорически не согласен, потому что мне Ама понравился. Ну, слушай, он тебе понравился. Я не говорю, что это плохой альбом. Мне он не понравился по одной простой причине. Мало хитов. Да, мало хитов. То есть дело, еще раз, дело не в звучании, дело не в перемене каких-то там слагаемых стилей и всего остального. А просто на альбоме мало по-настоящему пиздатых песен. Правильно? И тоже тут и да, и нет. Потому что все-таки, на мой взгляд, звучание тоже сыграло определенную роль, что там мало хороших песен. Потому что я помню, когда мы обсуждали этот альбом, вот сидели там с пацанами, ехали там в какой-то, не помню, Владивосток или Благовещенске, что-то обсуждали. Вот, и я помню, что было впечатление, что я послушал не альбом, и когда мы обсуждали, я прям сказал, это больше какой-то не альбом, а сборник саунд-дизайна там от клавишника Бринеза Хорайзен. Ну, все верно, здесь дело в том, что у них появился новый член команды, который очень много на себя взвалил. Он очень давно появился. Ну, и сейчас он прямо очевидно, что играет такую лидирующую роль. Я так понимаю, в создании музыки сейчас в основном принимают участие два человека. Это непосредственно... Оливер Сайкс и... И парнишка этот. Я все время забываю, как его зовут. Все поклонники пост-хардкора и Бринеза Хорайзена... Ну, Бринеза Хорайзен уже не пост-хардкора, это уже сложно назвать. Но, тем не менее, все знают, как его зовут, я все время забываю. Но, я следил за, получается, тем, как они записывали два своих крайних сингла. Это Ludens и Parasite Eve. Ты следил, в смысле, на Ютубе бы трансляции были? Да, мне было интересно. Они выкладывали там 5-10 минутные ролики о том, как они в условиях карантина пишут конкретно Parasite Eve. И еще несколько треков. Я скажу так. Я там вот именно весь... Там что-то выпусков 10 было. И в 8 из 10 их были только Оливер Сайкс и вот этот клавишник. Остальные дистанцировали? Остальные, они только приезжали там в пару выпусков. Что-то на гитарке пожужжал там этот гитарист их. Барабанщик что-то посидел, просто в кресле там посидел. С собакой поиграл, собакой Оливер Сайкса. Все, это вот все их появление. И, ну, вернемся к любому Ама. Вот. Я, честно скажу, это неплохой альбом, потому что, как минимум, я помню его название. Вот. И помню, как называются две песни, которые мне понравились. Ментра. Ну да. Но, к сожалению, все остальное я вообще ничего не помню. И помню, что мне этот альбом вызвал отпрощение. А потом они выпустили вообще какую-то херь. Вот этот... Как он... Я не знаю, как он называется. Вот сразу, ребят. Если вы не помните название альбома, все, это плохой альбом. Так вот, я помню, не помню название альбома, но я помню, что там чисто электронные треки. Мне кажется, это вообще была какая-то подъебка. Слушай, я бы понял, если бы это были бы ремиксы на какие-то их там хиты. Причем ремиксы от группы. Да, было бы круто, слушай, крутая идея. Вот электронные ремиксы. Демонуфэкчерит, ремонуфэкчерит у Fear Factory. Помнишь, такое было? Да, да, да. Вот что-то типа... Это реально круто. Я бы такое послушал с удовольствием. Вот. И это было бы не зашкварно. Но они выпустили какой-то электронный альбом, который слушать невозможно. Который с точки зрения даже электронной музыки, ну... Но он какой-то, блин, не знаю. Слушай, ну явно какая-то в этом же была цель. Какая-то же идея в этом была. Не знаю, мне кажется... Может, это был саундтрек какой-нибудь в компьютерной игре, который ты не знаешь? Так вот, в компьютерной игре они выпустили Уденс. Вот. Это было к этому Death Stranding. Кодзима гений. Вот. Все. Я больше не занимал... У меня нет никаких объяснений по этому поводу. И потом мы услышали после того, как этот альбом провалился. И вообще, на самом деле, сложно назвать его альбомом. Потому что даже я не помню рекламной кампании к нему. То есть... Короче, этот альбом провалился. И они, смотрю, вернулись к своему звучанию. То, что было примерно на Z-Spirit. Если послушать два крайних сингла. Это вот Ludens и Parzite If. Это очень похоже на альбом Z-Spirit. Тебе понравились эти два трека? Мне очень понравились. Я скажу так. Они очень похожи друг на друга. И по структуре, и по звучанию. Вот. Но мне сложно еще понять. Мне интересно, какие будут следующие треки. Потому что если они... Если эти два трека будут так же, как и на Ammo. Там всего лишь два таких. А все остальное будет такая херь, которую я даже не запомню. Это будет плохо. Вы знаете, нельзя признать тот факт того, что сейчас Bring Me The Horizon это рок-группа. Современная рок-группа номер один в мире. Я там не буду в расчет брать там Metallica, OCDC, Iron Maiden. А именно из современных. После того, как Честер Беннигтон ушел из жизни, и Элитинг Парк не стало. Знамя вот number one модерн рок-банды взяли у них из рук Бринги. И нельзя отрицать того, что они имеют огромное влияние на всю мировую рок-сцену. Будь то посмотреть даже какие-то наши отечественные команды. Очевидно, они влияют как, блядь, на Аматори, на тоже местных наших столпов, на какие-то локальные хабаровские... Ну, в точности и на нас. Я честно скажу, это очень интересно. Серьезно? Нас они тоже повлияли? Я подозреваю, что это так являет. Таким образом, как-то можно так сказать. Потому что, так или иначе, ты когда слушаешь вот это интересное переплетение, а они все-таки реально со звуком очень грамотно работают. Не поспоришь. Вот. Ты тоже думаешь, у них прикольно сделали. А потом, когда ты что-то делаешь, ты невольно замечаешь, что ты примерно делаешь, вот примерно как они, не знаю. Конечно, мы не копируем их звук. Я думаю, что сейчас любители кор-музыки, которые очень сильно в нее врубаются, просто такие, у них пылают пердаки, они такие смотрят, блядь, в экран своих телес, говорят, что, блядь, вот эти говнори там, блядь, вдохновляются брингами. Это же, опять же, очень образно говоря, потому что, вы помните, да, когда появились эти вот нули, вот этот джент, все говорили, да нет, это фигня и так далее. Но современное образцовое, так сказать, звучание современного металла, да, это все-таки вот эти пониженные строя. Я с тобой сразу не соглашусь. Я считаю, что вот это наледрочество и какая-то вот эта вся, в общем, блядь, джент поебота, которую я не очень, честно скажу, люблю, и современный тренд, современный тренд с низким звучанием, который мы видим у огромного количества групп от B2 до вот как раз каких-то экстремальных металл-команд, это не одно и то же. Низкий строй. Даже у Люмин, этот, такие треки появились. Да не говорю, да что у Люмина, если, блядь, у B2 даже есть там, согласись, есть у них треки такие. Ну, я не слышал прям-то что-то такое, но я слышал, что у них... Они работают с пониженным стройом. Что у них, да, появились, они перестали как минимум стесняться звучания гитар на последних треках, я уже их хорошо слышал, то есть, если на предыдущих там альбомах я там, чего тут гитарка развивается? Ну, а я про живые тебе выступления говорю. Да, про живые, да. Там вообще пизда. Да, там прям рок, прям металл и все такое. Даже 2517 вживую звучит как сепультура. Да, там очень, тоже низко, тоже пиздатые, ребята прям разъебывают. Да. И я вам так скажу, то есть, так или иначе, можно, конечно, с этим поспорить, но то, что звук гитары поменялся и очень поменялся в сторону такого, ближе к басу, такой именно рычащий, такой, как ты говоришь, как натянутый канат, да, вот это вот звучание. Тросик от мопеда, нахуй, за место, блядь, четвертой струны. Так или иначе, это влияние есть, и пускай оно, ну, сам джент в чистом виде, насколько знаю, сейчас вообще там плохо себя чувствует, и все вот эти прогрессив группы, типа периферии, там, как... Очень любимая группа батя нашего. Трукчурист, там, текстурист, я не знаю, как они там, они у них все названия примерно одинаковые, так же, как и звучание. Вот, они все, к сожалению, или, к счастью, они не самое лучшее время сейчас переживают. Но, тем не менее, в посткарткор это ушло, в металлкор современный ушло, все вот эти группы, типа, даже альтернативные, типа, Sleeping with the Sirens, они это очень активно используют. Десик, слушай, ну, я не... Друзья, я не специалист по современной, вот этой суперактуальной музыке, но даже я понимаю, грубо говоря, почему так произошло. Условно говоря, есть спектр, да, такой звуковой. Раньше там были здесь гитары, здесь вокал, там барабан и бас. Сейчас, если я правильно понимаю, барабаны, условно говоря, так и здесь и остались. Весь гитарный спектр ушел вниз, а оставшееся пространство для красоты теперь заполняется синтами, вот этим, с тем самым аудиодизайном и вокалами, и все остальное. Правильно? Да, но... Ну, это ведь интересно, я считаю, что это неплохо, это прикольно. Это неплохо, и я тоже с этим соглашусь, что это, ну, как бы, очень большое разнообразие. Вообще, в принципе, вот жанры сейчас, как таковые, очень сильно раздвигают рамки, и самое забавное, что именно в рок-звучании эти рамки начинают потихоньку уходить. Дюсик, а я с тобой, Дюсик, как бы, не совсем соглашусь. Объясню, что я имею в виду. Проблема рок-музыки, я считаю, что за последние 10 лет не появилось никакого ярко выраженного нового жанра. То есть, у нас последнее, что там было, да, такое на волне, это как раз вот что-то джент-образное, пост-хардкор, там, дэдкор, предположим. Но это даже не больше, чем 10 лет назад, это лет 15. Но некоторые считают, что вот бринги как раз делают то, что ты сейчас говоришь, что-то типа нового жанра. Да хуй знает, я это у Линкен Парка видел, это просто электроник рок, я это слушал еще... Ну, они все равно делают, ну, ладно, будем так считать, но это все равно. В то же время, так вот, и если какие-то появляются эксперименты, это уже существующие стили, неважно, что там берешь в расчет, глэм-метал какой-то, блэк-метал или какой-нибудь хард-рок. В то же время, если не к нашему любимому хип-хопу возвращаться, здесь родилась целая плеяда новых хип-хоп жанров, там, мамбл-рэп какой-то, да, там есть, трещотки все эти, там... Я в этом нечем, друзья, прошу прощения, снова разбираюсь, но к чему я это все веду? Ты говоришь, они вот задают новые тренды, но ведь это тренды не новые, к сожалению, это просто переливание, к сожалению, из пустого, блядь, в порожнее. Слушай, если мы говорим про технологии, да, именно про технологию создания, там, современного звука и песен, то да, это как бы сложно назвать что-то новым, потому что это уже все сделали, там, в свое время нью-метал команды, да, начиная, там, от Лимбискета и Линкин Парка, да, у которых, там, обязательно должен быть диджей какой-то, там, в группе, вот, заканчивая, там, экстремальным, более экстремальным командами, типа, Sleep Note, там, или, кстати, к X, кстати, к X, да, ну, даже Rammstein можно сюда отнести, их, конечно, к нью-металу сложно отнести, но, тем не менее, вот, что-то тоже подобное, это больше такой модерн индастриал, да, ну, не знаю, я с чистой душой бы к нью-металу отнесу, сам, нью-метал, друзья, нью-метал, это самый пиздатый вообще жанр в роке, если разобраться. Он самый разнообразный, у всех жанров есть очень четкое понимание, четкие границы того, как это должно звучать. Давай даже, ну, точнее, внимание уделим, чтобы, опять-таки, пуканы сильно не бомбили, и наоборот бомбили. Объясню, что имея в виду, почему мы считаем, ты считаешь так же? Тоже? Да, да. Почему мы считаем мью-метал одним из самых разнообразных, или, наверное, точно самым разнообразным жанров рок-музыки? Возьмем, для примера, трэш-метал, нами тоже любимый. Будь то, не знаю, какой-нибудь европейский, немецкий, или будь то какой-нибудь американский, если обывателю поставить там 10 трэш-метал групп, вот одну за другой, там, блядь, металлика ранее, слэр, эксодус, тестамент, мекон, дельта, он такой послушает и скажет, заебись, но, по-моему, все эти группы примерно одинаковые. Немножко вокал отличается. Да, поставим ему после этого блэк-метал какой-нибудь. Тоже, конечно, он различит, где сатирикон, а где дарктрон, но в целом, он тоже скажет, блядь, в принципе, это все примерно одинаковое. Хэви-метал тоже, вроде как, разнообразный жанр, но, тем не менее, для не специалиста, для него Iron Maiden, Гамарей, Стратовариус, Джудас Прист, да, это будет все примерно одинаковое. Но, если вы возьмете, опять-таки, такого же обывателя и поставите вот ему сначала слепнот, Папа Родж, System of a Down, Linkin Park, Лимбийских, Korn, он точно не скажет, что это одно и то же. Да, границы очень огромные, потому что, с одной стороны, здесь и слепнот, а здесь же и Готсмэк, здесь невероятный System of a Down, а здесь же более какой-то там приземленный, какой-нибудь Disturbed. Жанрово, жанрово, нью-метал, при всей своей, казалось бы, такой одинаковости, конечно же, он для обывателя, прежде всего, а вы не забывайте, что большинство пользователей музыки, это не специалисты-обыватели, он очень разнообразный, и в этом его прелесть. Ну, в любом случае, все, что мы сейчас обсуждали, так или иначе, с одной стороны, действительно, какого-то нового жанра, нового слова в тяжелой музыке и, в принципе, в рок-музыке, наверное, не случилось, но то, что он не стоит на месте, это факт. И сейчас, в том числе, вот эти попытки некоторых групп стать группой типа Imagine Dragons, они вполне понятны, это люди хотят какого-то коммерческого успеха, потому что, вы, наверное, не знаю, знаете или не знаете, но Imagine Dragons, блин, такая, как это, награда Грэмми, по-моему, и ту же, тут, Билли Айлиш признали роком, понимаете, они забирают рок. мне реально перекреститься захотелось. Рок-награды, рок-награды забирают, понимаете, то есть мир немножко сходит с ума и в этом плане становится понятно, почему Askin Александрия, допустим, та же записала такой альбом. Десик, слушай, но ведь с другой стороны перемены, резкие перемены в жанре, это не всегда плохо. Если окунуться назад, то можно понять, что самые крутые команды, которые задали вот эти невероятные тренды, они появились только из-за того, что команда шла так-так-так-так, но внезапно вот сюда ее заклинило. Если бы Металлика в свое время не сделала Black Album, правильно, а так бы их уярило скоростной трэш-метал, то они, безусловно, были бы авторитетные, популярные сейчас, но они были бы, наверное, там же, где вот как раз там Anthrax или Exodus. Я очень хорошо отношусь к этим командам, но еще раз, блядь, где Anthrax, а где метла? И, знаешь, я, что тебе хочу сказать? Я уверен, что 100% были люди, которые услышали Black Album, просто это было достаточно давно, и сказали, типа, что за хуйня, что за блюз-рок, блюз-метал, где, блядь, супер-скорость, где все то, что, блядь, мы привыкли от них слушать. Я соглашусь с тобой по поводу Black Album, потому что черный альбом, он, в принципе, сломал все же систему. Да, он нисколько металлика там поменяла звучание, да, сколько вся индустрия вообще металла, после этого альбома стала другой. И вопрос не в том, что они там стали блюз-метал херачить, они блюз-метал начали вот как раз на следующем альбоме. С Лоуд и Ре Лоуд. Да, Лоуд и Ре Лоуд, когда записывали. На альбоме, на черном альбоме все-таки были еще там трэш-метал мотивы, но уже стали помедленнее, риффы попроще, но при этом звук массивный, крутой, он до сих пор считается образцовым альбомом, и там в классику роков ходят именно по звуку. Вот. Но я что хочу сказать. Я считаю, это была чисто коммерческая тема изначально, потому что то количество этих знаковых песен, такие как Nothing Knows Matters, да, или там Young Forgiven от первой, понимаешь, очень редко бывает так, что группа на одном альбоме сразу две хитовых баллады делает, то есть я сколько помню альбомы, ну там есть баллады, да, ну одна на весь альбом, и все ее помнят, да, а тут сразу две, потом начинаем мы вспоминаем про эту замечательную песню Enter Sandman, да, Set Batru, там каждая песня практически хит. Ну вот я тоже хотел сказать, ты сначала начал говорить о звучании и снова начал заострять как случай с теми же там брингами или аскингами звучание, а я хочу сказать, что да нахуй звучание это, главное, сколько крутых песен, сколько. Слушай, а вот как раз таки я вот почему с тобой хочу поспорить на эту тему сейчас, потому что как ни крути, но если мы посмотрим, да, вот эволюцию, в принципе, рок-жанра, как-то голова, всегда происходили вот эти вот именно эволюции, именно конкретно вот изменения знаковые как раз таки с изменением звучания, то есть изменение звучания не только в плане того, что там металлика внезапно там начал добавлять блюз или прочие рифы, нет, а именно в том, что я понимаю, о чем ты говоришь, там первые дисторшны, прорезанные динамики, потом там, блядь, не пять дорожек, а 55 дорожек, безусловно. Каждый раз, когда это происходило, происходила революция в жанре, тот же нью-метал, когда появился, это же тоже была революция в жанре, потому что они добавляли уже что-то новое. Я хотел сказать, давайте на не секундочку забудем о металлике и вспомню еще одну команду, которая радикально поменяла стиль и уже не в сторону улегчания, а наоборот, в сторону утяжеления. Это наша любимая Пантера. А, кстати, да, хороший пример. Моя любимая группа. И не только твоя. Отличный пример того, как команда играла... Глэм метал. Глэм метал. Именно, причем, честно скажу, хуевенький глэм метал, ничем не выразительный. А он в том-то и дело, что он был очень однообразный и такой, низкокачественный. То есть там песни, короче, слабые, то есть никто не помнит творчество Пантеры до 90-го года. А потом хуяк и парни выпускают Call of Bays from Hell. И их можно обвинить в чем угодно, но, наверное, точно не в попытке коммерциализации. Согласен. У них вообще, в принципе, если посмотреть на биографию, они каждый свой альбом выпускали все менее и менее слушабельный, и они все время утяжелялись, утяжелялись, утяжелялись. Если в Call of Bays from Hell там были хотя бы баллады типа Цимметрии Гейтс. Я согласен, да. В сторону уже Фабиона Драйвин там неподготовленному слушателю просто так непросто будет это послушать. там чисто рубилово, месилово. Да, это круто, но опять же группа, если ты помнишь, очень резко поменялось звучание в плане перешли от глэма к трэшу, потому что как раз-таки вдохновлялись металликой и Сойером они говорили нифига, там ты слышал, там что, то есть они не скрывали это. Слава Богу. Да, и опять же, потому что трэш метал в 80-х это было что-то тоже новое от этой группы, которые свой звук утяжелили и стали играть быстро, то есть сейчас ты слушаешь и думаешь, ну как бы первый альбом металлики, он не такой уж и быстрый, но по нынешним меркам, и запилы там не такие уж техничные, но на то время это была революция во всех планах. Это 84-й год, да, первый альбом? 82-й. 82-й? Да, кивы, мол, вот. У нас 10% был разговор, и однажды я попытался доказать, что первый альбом металлики не такой уж новаторский и сверхскоростной охуенный, и он сказал, нет, ты не прав, я после этого порылся, действительно послушал другие какие-то альбомы того времени и вынужден признать, безусловно. Я почему-то думал, что с содом пораньше начали хуярить нечто невероятное такое, но нет, на уровне демок даже там разница, конечно же, очевидно. Я историю с содом не знаю, несмотря на то, что мне группа нравится, правда, не все альбомы, но... Ты понимаешь, о чем я тебе говорю. Но, тем не менее, если посмотреть то время, самыми тяжелыми группами на то время это были Веном и Моторхед, и если послушать те альбомы как раз-таки начало 80-х или конец 70-х и Моторхед и Веном, это сложно назвать вообще, в принципе, во-первых, металлом, а во-вторых, это сложно назвать тяжелой музыкой, но когда ты слушаешь Kill Em All, ты понимаешь, что вот это тот металл, который в классическом понимании сейчас люди уже привыкли, именно трэш-металл. Все верно. Вот. Поэтому, как бы, все вот эти вот изменения в звучании, касающиеся именно звука и касающиеся именно подхода, да, к тому, как ты сочиняешь, все-таки это вот создает революцию, и поэтому в свое время там, ты говоришь, ничего там эти современные ребята не принесли, но, тем не менее, как бы, тот же не металл, они сейчас как-то переделывают, там добавляют в том числе и пост-хардкорные элементы, и джинтовые. Согласен, но еще раз, это мое только мнение, что я не вижу, к сожалению, за последние еще раз здесь 15 лет чего-то такого, с чего ценители хип-хопа видят в хип-хопе. Потому что у нас есть тоже друзья из рэп-тусовки, и они прям, тоже, правда, с нескрываемым таким немножко неодобрением смотрят на все эти современные, еще раз, стили, которых, я честно скажу, я не, я тут, тут, все эти трещотки, всю эту хуйню, там, клауд-рэп, трэп, блядь, кто там еще, я уже говорил сегодня, мамбл-рэп, я в этом не разбираюсь, но это однозначно что-то новое. Ты замечал, что в хип-хопе очень, и вообще в рэпе во всем этом, очень быстро меняются, так сказать, мода на какое-то звучание? Я замечал, что там, в принципе, герой очень быстро меняется, когда, блядь, Дудь, блядь, берет интервью у Фейса и говорит, вот, блядь, голос поколения, вот, возьмите, ну, как, блядь, обратите внимание, вот голос поколения, он самый лучший, он самый охуенный, проходит 9 месяцев или сколько там, блядь, он берет интервью с Гон Фладом, да, и говорит, так, так, Профейса уже все забыли, он нахуй никому не нужен, вот, блядь, вот голос поколения, дать ему волю, он бы, блядь, голос поколения раз в 8 месяцев, блядь, потом там, не знаю, какого-нибудь там Биг Боби Тейпа показал, потом еще какого-нибудь там пидораса, и, блядь, раз в 8 месяцев он представлял бы новый голос поколения, блядь. Ну вот, а в роке не так, и, не знаю, и слава богу, что это не так. Это хорошо, но, тем не менее, ты замечал, что и в том числе рэп и хип-хоп исполнители в итоге с этой скоротечностью звуча, в звучании, они уже докатились до того, что начинают нагло и вообще абсолютно без всяких там зазрений и слостей брать из рока очень многое. Да, они давно уже же роками. Да вот, они выступают живыми командами, они добавляют гитары, они пишут рок-альбомы, то есть, они, и они считают, что это круто, то есть, для, как, помнишь, Фео из Психеи говорил, типа, что рэпер, ну это что музыка, вот ему даешь гитару, ну, гитара, блин, а для нас, говорит, это инструмент самовыражения, основа, звучание, а для него это что-то, типа, как божество, вот, и я могу понять их, то есть, потому что гитара сильный инструмент, но то, как они иногда используют эти инструменты, звучит, конечно, паршиво, я просто вспоминаю этого, Хаски, да, помнишь, когда он там решил уйти в рок, в итоге, получился, такой ебаный, ебаный, верни мне мой 2006, прям, да, причем, знаешь, такой, верните мне 2006 в Хабаровске, в джаз-рок-кафе, блять, зум, блять, 707, и попытки, хуя, хуя, что-то модное, попытки говнорей играть что-то модное, вот это просто отвратительно, то есть, ладно бы, я еще понял, если бы у него были какие-то музыканты профессиональные, хотя бы на гитарах играть умели, но там суть, слыша, то, что они играли, это просто, это просто какая-то жопа, блин, в рот его ебать, на самом деле, разговор же идет у нас сегодня не за хип-хоп, давай вернемся, но это все равно в рамках звучания, да, вот, ладно, мы немножко отвлеклись, но, чтобы вы понимали, для чего мы это привели, в пример, не только в роке, это, ну, это есть, то есть, и в других жанрах тоже люди пытаются разнообразить резкие перемены звучания, жанровые и все остальные, мне, знаешь, кто еще вспоминается, вот мы сегодня говорим там больше про американские команды, мне вспоминается Европа, могу рассказать еще тоже пример двух команд, которые радикально поменяли звучание по порядку, в общем, есть такая замечательная группа, я ее просто очень люблю, Paradise Lost, это такой тягучий, могильный Doom Death Metal, так его назовем, конечно, больше Doom, в определенный период времени они вообще переключились на синтепоп, представьте себе там, блядь, блядь, дисторшн хуярит, он, вот этот гроулинг вот этот из 90-х, который сейчас бы сказали неправильное звукоизвлечение, там, на гландах, вот этот, и внезапно пацаны начинают играть депешмот, и самое главное, что пиздатые альбомы делают, слушатели отвернут, конечно, говорили, это типа ерунда, но тем не менее, ну круто ведь было. Я, к сожалению, не знаком с творчеством Пардача. Окей, In Flames знаешь? Вот In Flames, да, я помню, очень дико мне нравился альбом Climmon, помню, 97-го года. Colony Climmon, да, все это, а потом Reroad Remains, слушай, вот как раз таки, если вы все нормально, да? Как там у них, саундтрек To Escape, 2001-го года, еще более, уже веял чем-то вот этим, какого, современным, но потом, когда случился Com Clarity, по-моему, я, это альбом, по-моему, 2006-го года, я такой сижу и думаю, это что это? Верните мне мой In Flames, сука! Верните мой 99-й. Потому что после там какого-нибудь Only for the Victim и слушать какую-нибудь там Com Clarity как раз таки, я думаю, что это? И самое страшное, что после этого альбома у них там вышел Sense for Purpores или как там, я не помню, оно как называется. Если вы не помните название альбома, это теория Дениса Кима, значит альбом говнина ебаная. Короче, и они начали вот этой вот херней заниматься, альбом за альбомом и в итоге мне только я наконец-то порадовался за In Flames, когда у них вышел крайний альбом. К сожалению, я не помню, как он называется. Где звучание, которое вот сделано на айфоне, который сведен, да? Слушай, я не знаю, на чем его сводили, но я знаю, что он именно по рифам, по музыке, не по звучанию, но по рифам, ближе к классике, вот там то, что мы любили, там Pinball Map, там все такое, вот. Сейчас же они выпустили этот альбом, я прям кайфанул, но, к сожалению, я не стал, почему-то он не оказался в плейлисте, не знаю почему, но я послушал его два раза, я помню, что первый раз на тренировке, после уже думал, блин, классный альбом, мы с Джосиком всегда делим всю музыку на две части, музыку, которую нужно слушать на тренировке и музыку, которую нужно слушать, когда идешь вечером погулять, чтобы там подумать, отдохнуть. И я помню, что он мне понравился, вот, к сожалению, я не помню название, видать, не сильно он хорош, не, ну, я могу еще связаться с тем, что я просто из-за того, что давно уже за имфрэмсом не следил, я как-то не придал этому большого значения, но, альбом хорош, это вот, я точно помню, не помню песни, не помню названия, но помню точно свои впечатления, вот, если, допустим, про тех же Брингов, когда я говорил, я там не помню ни названия, ни названия песен, и то, то, помню впечатления, они были говняные, вот, вот, ну, этих примеров можно много привести, даже, допустим, сегодня вот вспоминали про Папа Роуч, да, у Дениса очень не нравится последний альбом Who Do You Trust, по-моему, так он называется, What Do You Trust, просто, а, Why Do You Trust, крыши, Do You Trust, Who Do You Trust, да, ребята, которые говорят, что последний альбом Брингов говно, послушайте, вот этот Who Do You, ебать, сраку траст, и вы поймете, что на фоне него это просто божественно, это просто, это Black Album и нам Роза Бист в одном флаконе. Я, честно скажу, вот из-за того, что я путаюсь в названии этого альбома, действительно, альбом не удался, но я не могу его назвать плохим, вот, так же, как не могу назвать, допустим, плохим последний альбом Афкина Александрия, но то, что я его не слушаю, это факт, и это говорит, наверное, тоже о его качестве, вот, но я, насколько знаю, он и продался плохо, потому что я регулярно читаю там статьи и вот эти вот, статистика есть, она, кстати, общедоступна, вы можете посмотреть, кто больше сил заработал за 2019 год из исполнителей, и чарты у них, в отличие от России, у них есть национальные чарты, и ты можешь все это видеть, вот, допустим, у них предыдущий альбом был, который, Крукет Тус, да, вот он очень крутой, да, он прям крутой, он, это был, ну, чуть ли не, конечно, у них Zenit был, наверное, на альбоме, Paramount Session какой-нибудь, Paramount Session или, Love the Trades идет, да, ну, короче, вот эти вот, но, тем не менее, вот, слушайте, вот правильно тоже Десик сказал, смотрите, мы возьмем краткий путь группы Папа Роч, изначально, это, если вы послушаете демо, именно демо их, это было очень авангардное дерьмо, у них там саксофон был, это было, знаете, похоже на группу, вот, их было много таких команд, это такой пред, супер бум, мазафаки, типа, ну, Клеар Рэббит, такое очень фанковое, потом они, выпускают Инфест, Инфест, круто, и Love the Trades, ну, все знают их, все любят, как зовут парнишку, Якоби, Якоби Шеликс, вот, Якоби такой еще толстенький, такой заводной, они все мазафакеры, они такие крутые, все их любят, все ссутся, блядь, по ним охуительная команда, потом они, не скажу, что делают поворот на 50 градусов, но, тем не менее, они резко делают смену звучания, он такой худеет, челочку, они такие больше в каком-то, а, да, стиль, как называется, американская готика, да, наверное, это парамурс сэшн, правильно, у них очень популярно, потом они, давай дальше, вот это все, все, развивать, наваливать, и, прям, видно было, переход, с одной стороны, был очень резкий, но, с другой стороны, то, что они потом начали, абсолютно, они стали выглядеть, как рок-звезды, пускай это была, по внешнему виду, смесь, какого-то, брутального, не знаю, эмо с вампирами, там, да, но, тем не менее, это было круто, они начали выглядеть, как рок-звезды, этот толстенький вокалист, якобы, шедикс, похудел, там, корсет, они одели, там, кожаные куртки, все, стали, крутые, крутые стали, перцы, если до этого, они были мазафакеры, в широких штанишках, как называл это все, Лейми Килмейстер, который там, блядь, вот так вот опущенный, играет свой, недомазафачный рок, то потом они стали, прям, реально, перцы, выходят на сцену, а потом, и там толпа ссыться с них, а потом случилось, что, в 2015 году, они выпускают альбом, Fear, и, и там уже был джент, то есть, там были такие риффы, с нулями, там, все, то есть, они уже переоделись в какой-то там, посткопкорный там, татуировки на лицо, короче, смотри, смотри, группа по пару оч сидит, вот такая, в кружку собираются всей группой, и у них такой кубик, нахуй, вот такой кубик, на одной стороне написано, рэпкор, на другой джент, на третьей, хуйня, вот, дуют раз, блядь, на третьей, там, не знаю, блок метал, на пятой, шестая сторона, там, синий трактор едет в гости к нам, или джей-поп, они такие, короче, раскручивают его, и кидают, он такой, труп-труп-труп-труп-труп, так, что нам выпало, джент выпал, ну, все, пацаны, давайте, играем, да, ну, это просто вот тот же яркий пример того, как группа менялась, не только в звучании, даже визуально, и, в принципе, они все делали правильно, до вот этого, крайнего их альбома, надеюсь, следующий альбом будет у них, Black Metal, Black Metal в духе ранних Tokyo Hotel, ну, и тем не менее, помнишь, ну, ладно, давай, наверное, на эту тему очень можно много говорить, нужно два часа сидеть, бизеть, я тебя не прию, мне кажется, что сегодняшний выпуск можно назвать так, дальневосточные мазафакеры засирают охуительные гор-группы, просто сидят и в наглую пидораси, ты хлянь, но при этом, есть же тоже куча всяких моментов, ты же там вспоминал, про старичков, мы вспомнили там Металлику, Пантеру, вот, и им это пошло на пользу, потому что они сменили стиль, звучание и так далее, но помнишь, такую замечательную группу, как Machine Head, помнишь, когда они... ну, слушай, это знатные бляди, это блядищи знатные, начали с крутого такого, какого-то смесь хардкора, с чем-то, с каким-то трэшем, не, ну, для меня все-таки ранний Machine Head Machine Head, там, скин лапу, это что-то было, то есть смесь трэша с хардкором, вот, получился вот этот грув, то есть, и потом, помнишь, они этот... Ну, стали, решили побыть мазопакером, посмотрели, успех Корна, блядь, ну, и же этот, Керри Кинг за это, прям, пидорасил, да, и еще один крутой, лысый чувак, из группы Propane, тоже их просто с говном, за это, блядь, сравнивал, я никогда не забуду, вот эти вот, блин, какие-то косички, ну, почему бы и не, у Роба Флина, как он начал читать рэп, я думаю, блин, и потом только они, в каком-то, не помню, в ком году, в 2004 или 2003, вернулись опять же, ну, группа-то крутая, группа крутая, да, сейчас они играют, там, какой-то прогрессивный трэш, у них там, песни по 8 минут, но, группа крутая, я хотел, вот, перед завершением этого блока, так сказать, еще одну, такую интересную штуку вспомнить, есть команды, которые не меняют свое звучание в угоду каким-то коммерческим успехам, а наоборот, его даже радикализируют и делают для неподготовленного слушателя не слушать бетель, слушать обельным, блядь, конец дня у меня язык заплетается, простите, я снова нажрался, блядь, сегодня в ночь, так вот, но при этом, за счет своих менеджментских всяких штук, сейчас покручаю, я говорю про бегемот, или про какой-нибудь кот оранж, условно говоря, возьми Бехемот, они только утяжеляются, только тяжелее становятся, только еще, блядь, мини, слушать бельными для неподготовленного слушателя, но при этом, вся не музыкальная, а около движ, менеджмент, продакшн, блядь, понимаешь, о чем я тебе говорю? Я понимаю, он растет и визуально выглядит как коммерческий продукт. Абсолютно верно, то есть они себя продвигают, еще раз, в массы, не за счет более попсового звучания, как вот команды, которые мы сегодня об этом уже, предыдущие говорили, а за счет именно всего, всего, кроме музыки. За счет своего, так сказать, эго. Да нет, не сколько эго, вот как это называется, за счет крутого, коммерческого, визуального продукта, потому что я все клипы, которые видел в Behemoth, они, да, там, когда у него там были эти старые альбомы, у него там попроще клипы были, но сейчас это, блин, визуально очень круто, это вот, и костюмы, и декорации, и съемка крутая. Да там все, видно стиль, видно продакшн в каждой вот, в каждом посте в инстаграме, в каждой строчке пресс-релиза на их сайте, и всем остальным. Каждая фотография, вообще во всем, даже, блин, банально афиша, то есть смотришь, у большинства афиши, ну афиша, да, афиша, то есть немногие сильно заморачиваются, особенно некоторые американские группы, вот, в тяжелых жанрах, у этих же это, блин, афиши можно в картину просто вешать, и домой себе поставить. Ну или вот, Кот Оранж, знаешь? Да, знаю, конечно. Тоже ведь схожая история, музыка абсолютно коммерчески неуспешная, но с точки зрения грамотного продвижения, люди приходят к успеху. Так что, видите, здесь, к чему я это говорю, интересный пример того, как можно стать коммерчески успешным, утяжеляясь только с помощью грамотных, маркетинговых и прочих-прочих ходов. Группа... Джинджер. Ну, Джинджер, это... Отдельный раздавил? Да, но я вот сейчас говорю про, вот, если мы начали про Бехема, да, интересно, что все-таки тогда получается, они берут больше именно крупно-бюджетным визуалом, нежели музыкой. А давай спросим это у наших слушателей. Да, вот я, кстати, я просто, знаете, тот человек, который не любит такую экстремальную музыку, ну, то есть, я могу послушать, некоторые песни мне нравятся у тех же Бехема, но я честно скажу, визуальная составляющая, вот именно клипы, их концерты даже мне интересно смотреть, и фотографии, вот это все постеры, на меня... Визуал больше, чем аудио, на меня визуал очень большое впечатление оказывает, и поэтому мне эта группа нравится, но честно скажу, в своем плейлисте она у меня никогда не будет, может быть, одна-две песни, когда-нибудь... У меня Деми Год есть, я вот часто слушаю Деми Год, но это хуйтельная любовь. Ну, вот, а я только одну эту песню помню. Друзья, обращаемся к вам, расскажите, пожалуйста, если вы вдруг любите Бехема, расскажите, за что вы любите команду, что вас больше возбуждает, именно какие-то песни, какие-то заявления неоднозначные, Нергала, или какая-то визуальная сторона, быстренько еще тоже... Или как меня, вот чисто визуальная сторона. Мы недавно собирались тоже у Десика, и смотрели шоу Рамштайна, все круто, все было весело, и наш приятель Лешенька, Лешенька-пупсик, здравствуй, тоже с похмельем тебя, блядь, сказал, а есть какая-нибудь группа такая же крутая, которая мочит так же круто, как Рамштайн. Помнишь, мы подумали-подумали и включили ему Бехема. Да, да, вот, кстати, Рамштайн тоже хороший пример. Аналогию не смогли вот где-то здесь подобрать. Вообще, ну, вот, кстати говоря, вот вспомнили Рамштайн, сейчас быстро упомянем этот момент, есть группы такие, как ACDC, да, допустим, или Iron Maiden, или Slayer, да, которые вот... Которых любят за то, что они не меняют звучание. Или Motorhead, те же, за постоянство звука, именно, именно, вот, как раз-таки правильно говорить вот в этом ключе именно, что звучание, потому что звук-то у них менялся, ну, то есть он просто становился качественнее, лучше записывались и так далее. Но, допустим, даже есть знаменитая цитата, когда Ангус Ян говорит, меня бесит, что все говорят, что мы записали 10 одинаковых альбомов, потому что мы записали 11 одинаковых альбомов. И это круто. Есть какая-нибудь группа типа Nickelback, которая тоже там особо звучание свое не меняет, только там все лучше, звук у них становится. Но в целом это одна и та же группа. Или, но при этом, допустим, у них нет какого-то к ним негатива, что они вот, и, но при этом, как бы, и сложно сказать, да, что, в принципе, от ACDC что-то ждать другого, да, то есть, ну, просто. Вот мне сложно написать. Но Метла же, блядь, экспериментировала. Метла же, с одной стороны, помнишь, есть такие чаны, чан с молоком, чан с говном, чан с кипятком, чан там, еще с чем-то. И вот они реально из чанов чан же прыгали, было у них такое, то они Супер Блэк Элбум выпустили, то они Лот Релот, который я, кстати, люблю, но кому-то не нравится. Но мне больше Револт нравится. Кто, потом они хуя к Сэй Тенджер выдали, который тоже, слушайте, как интересно. Который даже слушать невозможно. Нет, я хотел сказать, это, десик, это называется проверка временем. Когда Сэй Тенджер вышел, все его просто обосрали и сказали, что это говнина, слушать невозможно. Но сейчас-то народ, ты в курсе, меняет свое отношение к Сэй Тенджеру? И говорят, что, блядь, Франтик не такая уж плохая песня. Слушай, вот как раз-таки я хочу сказать, из-за того, что я помню название этого альбома, это уже наша теория работает, это уже хороший альбом, то есть, вот, но, я скажу так, я не помню, сколько песен на альбоме, но то, что я помню название таких, Франтик, Сэй Тенджер, Some Kind of Monster, Инвизион, Инвизион Кит и еще какая-то песня. Спорим, ты с Death Magnetic не назовешь. С Death Magnetic, вот, кстати, да, я ничего не назову, блин, блядь, а я сказал, а, нет, цианид, вот, цианид мне нравится, все, хороший альбом, хотя можно. Это прикольная фишка, прикольная фишка, знаете, называется еще раз, проверка времени, я такое видел, не только в роке, но и в русской попсе такое есть, когда в определенный период времени, там, предложил, все руки вверх засирали и говорили, вы нахуй не нужны, сейчас более какие-нибудь там, ВИА-сливки или отбитые мошонки популярные. Прошло 15 лет, никто не вспомнит ВИА-сливки, никто не вспомнит, там, Динамит и какой-нибудь, там, Андрея Половой и Губина, но зато руки вверх все помнят. Вот здесь, в случае с метлой, такая же история, все обосрали с Эт Энджер, а сейчас такие говорят, блядь, это не такое, что это и плохой, в принципе, это альбом, и разобраться было. тем не менее, они вернулись к своему звучанию более классическому, и, к сожалению, вот как раз какие-то начали они делать с Дес Магнетика, вот, и мне сложно сказать, что это пошло им на пользу, потому что, к сожалению, вот с Дес Магнетика я сейчас вспомнил только одну песню. Не вздумай сказать, что тоже, если мы, говорю, мы сегодня засрали Брингов, засрали Папа Родж, засрали Асканги, смотри, если мы еще Металлику засрем, нам пизда просто, мы соберем миллион миллион дизлайков. мы как люди, которые это засуществили. Мы не музыкальные критики, мы просто выражаем сильнее. Вот именно. Короче, ну, и опять же, вот, есть другая зеркальная сторона, есть группы, которые, в принципе, меняли звучание, им это шло только на пользу, допустим, A Virgin Seven Fold, да, на мою, ну, вот, они начинали, как какой-то там, дешевый, простой металлкорчик, именно такой. Короче, еще одни челкастые пацаны, еще одни пидовки из Америки. Потом они стали вот этими американскими готами, грубо говоря. Как попорочек. начали писать сложные песни. Я перебью тебя, по словам готы, мы имеем в виду, иначе вот именно вот этот стиль, как он называется, американская готика. Если вы посмотрите сериалы, вот с этим все связаны. Это вот Тим Бёртон, короче, вот это вот все. Не готы, в смысле, не... Не говнори, вот эти вот, которые... Не вот тот дикс, блин. Вот. Короче, им это на пользу шло, и, кстати, очень говоря, очень лаконично и круто это смотрелось. Им еще на пользу пошло то, что Майк Портной в группу пришел и просто показал, пусть на один альбом, но он показал молодым пацанам, как нужно делать. И, кстати говоря, есть мнение, что после этого момента они стали играть хэви-метал, потому что два их крайних альбома, это... ну, это прям чистый хэви-метал. Но ведь это офигенски. Да. У них, кстати говоря, что самое интересное, аудитория росла. То есть, я скажу честно, вот как раз-таки после альбома Hell to the King я перестал за ним следить. Это концептуальный вот этот вот? Нет, концептуальный вот последний как раз-таки. The Stage, по-моему, называется. Вот. Но Hell to the King я послушал, он мне показался скучным по сравнению с предыдущими. Вот. Он стал проще, он такой стал очень по-классическим по звучанию, и группа, кстати, поменяла даже визуально себя, и все очень сильно у них поменялось. Вот. И потом они выпускают этот концептуальный альбом. Вот. И все. И я просто не помню ни одной песни, помню только название альбома. Я помню, что мне не понравился он. Слишком какой-то он стал другой, замудренный, и поэтому я жду вот следующий альбом, надеюсь, он будет другим. Но им это не повредило, как ни парадоксально. Они занимают там верхние строчки в чартах, они собирают там большие залы, они везде хедлайнеры, будь это Rock M Ring, или Download какой-нибудь, там Vaking и так далее. Они везде в топе. Возьмите, посмотрите какие-нибудь их видосы и обратите внимание на первые ряды. Как понять, что группа успешна? Первые ряды, блядь, все в девках. Причем девки такие хорошие, приятные такие, блядь. Ну, в общем, как надо. Хотя казалось бы, да, что нужно было сделать им, учитывая, что они начинали там как Metal Core, потом, ну ладно, не Metal Core, сейчас начнут писать, типа, это Metal Core, вы не сошарите. Я к тому, что начинали они что-то такого, блин, обычного, потом начали какой-то с американской готикой мутить, и потом в итоге пришли к Heavy Metal, да? С элементами прогрессии. хотя казалось бы, должны были прийти к Imagine Dragons вообще. Но в итоге... мне говорят, креститься буду второй раз. Но пришли к Heavy Metal и стали сверх крутыми. Поэтому вот тут очень сложно сказать, что на что, как влияет, и правильно ли группы делают, и вообще имеют ли они право, я думаю, конечно же, Конечно имеют, конечно имеют. Право вы имеете. Ну что, будем завершать сегодняшний выпуск, и давайте тогда наберемся смелости и поговорим о нас. Нам довольно-таки часто задают тоже вопросы. Ребята... Ну как часто? Нет, вот с выходом третьего альбома уже практически нет. А до этого нам говорили, ребята, ёбаный урод, ну когда вы выпустите Fuck'n'Roll 2? Когда вы, в смысле, имеется в виду Fuck'n'Roll 1 альбом? Когда вы отойдете от этих экспериментов и снова начнете играть вот эту смесь панк-рока и чего еще? И трэша, наверное, и хард-рока, я не знаю. И говнорокеры. Короче, когда Дальевосточные говнорокеры главные выпустят свой второй главный говнорок альбом. Знаете, что... Дёсик вам может сейчас поумничать. Явно что-то скажет, блядь, страшное. Я уже готов. Я просто вспоминаю, как писался первый Fuck'n'Roll, да, и первый альбом наш Fuck'n'Roll. Он писался так же, как и название Fuck'n'Roll, то есть ебисик отиси, вот он писался так же над ебисик. Просто у нас к тому моменту накопилась пятилетняя история с... ну, в том числе и с песнями и наработками, которые мы просто решили объединить в одну там большую, так сказать, в один большой релиз и получился альбом. 13-й песен альбом. Я считаю, что он во многом незрелый, как по звуку, так и по аранжировкам, но тем не менее он был очень честный, я честно скажу, мы это делали от души, потому что сложно что-то сделать не от души, когда ты пишешь половину песен пьяный. вот, вот, так поэтому возможно это сыграло там определенную роль, но не стоит забывать, что это первый альбом, с помощью которого там мы, о нас в принципе начали люди узнавать, вот, но так или иначе, там, чтобы вы понимали, большое разнообразие тоже жанровое, то есть мы в рамках альбома очень сильно менялись, то есть там, если послушать внимательно, можно услышать, что есть песни, которые, блин, ну, очень сильно отличаются от некоторых, допустим, вспомни, Fuck'n'roll man, да? Ну, конечно, но это прям классический, классический период, когда мы еще назывались, так и назывались, Fuck'n'roll, и играли смесь там трэша, хард-рока, блэка, и вообще всего, мы никогда не стремались, не работали еще с нью-металом, и не работали с гранжем, там, совсем остальные, но слушаешь ты там какой-нибудь 13-е лет, и ты понимаешь, что это нью-метал какой-то, да, там, с перемешку, с каким-то, и в рамках даже этого альбома у нас звучание туда-сюда скачет, то есть если, ну если так вот условно говорить, вот, когда мы начали писать второй альбом, естественно, мы хотели сделать это его по-другому, но тут еще один важный аспект, времени для того, чтобы написать первый альбом у нас было 5 лет, мы неосознанно это делали, осознанно мы решили записать альбом уже вот в 15-м году, то есть мы это сделали за полгода, вот, но песни, наработки были, представьте, 5 лет, 5 лет, когда группа просто бухала, тусила, и потом такая, о, давай сделаем альбом, вот, а вот второй альбом, он был написан за год всего, не за год, десик, он был написан за 7 месяцев, вот, за 7 месяцев, и пишем, 7 или 6 песен, в смысле, и придуман, и записан, да, и причем, самое забавное, что в промежуток этих 7 месяцев у нас еще там был каверовый альбом, и было дохующее концерты, все остальное, я еще раз обращу внимание ваше на то, что не записан, а именно весь придуман, весь концептуал собран в кучу, и еще и записан, что немаловажно, и на этом альбоме мы, естественно, хотели немножко поэкспериментировать, и я считаю, что эксперимент удался, мы впервые решили снизить темп немножко, мы заставили Дениса немного петь, вот, он там, если вы заметили, я уверен, вы заметили, он даже гроулит немножко там по нотам, вот, что, серьезно? Да, охуеветь, вот это новость, и в целом это было очень интересно, естественно, мы уже начали тогда заигрывать с чистым вокалом, как вы помните, где-то я пел, где-то мы приглашали, вот, так или иначе, нам всегда бывает интересно, не с точки зрения там, что мы хотим там, крестить еще раз, стать Imagine Dragons, нет, а в том плане, что нам было это интересно, и третий альбом, когда мы записывали, мы точно понимали, что мы хотим еще больше экспериментов, и третий альбом тоже яркий показатель того, что он мне очень сильно напоминает первый, вот сейчас многие возразят, там, кто нас слушает, является нашим слушателем, скажут, первый альбом от третьего отличается очень сильно, но он очень похож в плане компиляции, где-то это, там, не знаю, folk, паган метал, да, какой-то, блин, где-то это, блин, откровенный панк-рок, где-то это, блин, не знаю, поп-рок а-ля звери, а где-то это, блин, трэш-метал, и так далее, то есть, вы должны понимать, что мы, как раз-таки, та группа, которая, вот, как раз-таки, не боится экспериментировать со звучанием, и поэтому, когда речь заходит о том, то, что у людей сразу первая мысль, что это сделано для того, чтобы, там, попасть в какую-то, там, коммерческую струю, сразу говорю, не рубите с плеча, зачастую это не так, но нельзя отрицать, что отчасти это и так ведь, но правильный сказать, у некоторых музыкантов это в первую очередь, я говорю про нас, но я сейчас говорю, правильный сказать, коммерческая составляющая, здесь идет разговор не о финансах, скорее, а о новой публике на концертах, все-таки мы, прежде всего, концертная команда, мы раскрываемся, прежде всего, когда играем вживую, а не на записи, это, кстати, большой плюс и большое проклятие, потому что та группа, которая именно больше концертная, ее концерты, это, ну, всегда это нечто уникальное, но в плане, когда мы сочиняем новые песни, зачастую мы как раз-таки думаем, как она будет звучать на концерте, и зачастую такие треки, как раз-таки, никогда не попадут на радио, никогда не попадут в фейлист какой-нибудь там, 15-летней девушки, вот, это, честно скажу, это, это вот группа Металлика, вот сегодня мы ее много раз вспоминали, я читал интервью, она целенаправленно перед Black Album, когда шла записывать его, она боролась с вот этим вот проклятием концертной группы, потому что, когда пришел Bob Rock, он сказал, ребята, вы очень крутые, но одна проблема есть, они говорят, какая? Вы очень крутая концертная команда, они говорят, да, конечно, мы такие, типа, он говорит, но вы отвратительно звучите на записях, и вообще ваши песни слушать невозможно, сейчас многие опять будут спорить, но это мнение Bob Rock'a, и он сделал им Black Album, который слушают, и, блин, те, кто не слушал тяжелую музыку до этого, великий альбом, великий альбом, и те, кто слушали их и продолжают слушать. В общем, подводя итоги, если говорить еще раз про нас, друзья, мы находимся в том же потоке, что и многие ребята, экспериментов, с одной стороны, мы вроде как нашли свой стиль, но я в то же время, я точно знаю, что там следующий альбом, там четвертый, пятый, он будет не похож на первый, не похож на второй, там не похож на третий, и делается это не потому, что мы хотим там денег, или чего такого, блядь, посмотрите на нас, какие деньги, господи Иисусе, а делается для того, что с одной стороны, хочется, безусловно, экспериментов, я не могу, поверьте, нехуй вообще делать, вот так вот на щелчок сесть, и мы за две недели ебанем вам Факнерл 2, все те же песни про девчонок, про туровки, блядство, драки, поножовщина, да, но поверьте, не хочется его делать только потому, что хочется что-то сделать, такое, чего мы еще ни разу не пропали. Денис хочет сказать, что просто не хочется это делать по одной простой причине, потому что ты сам уже будешь, как автор, этим неудовлетворен, вот, поэтому, подводя вообще прям черту, да, итог, если группа выпускает, как вы думаете, коммерческий альбом, то есть максимально там попсовый, там, или слышно, что они идут в этом направлении, имейте ввиду, что скорее всего, это связано не с целью там заработать денег, и не из-за того, что лейбл на них какой-нибудь дает, вот, это уже все в прошлом, да, тем более в России, особенно, в России вообще лейбл ни на что, ничто не решает, вот, а именно, скорее всего, это какие-то творческие потуги, комплексы, и комплексы, в том числе, и эксперименты, поэтому не рубите, еще раз говорю, с плеча, просто дайте тогда знать, своей, своему, своей любимой группе исполнителей, что вам это не нравится, и может быть, они задумаются, и что-нибудь сделают другое, но, заходите в комменты, и пишите говно, да, вот, но важно помнить еще, что, да, есть, и те, кто это делает специально, вот, главное, если вы слышите, что ваша любимая группа стала, Imagine Dragons, значит, они, сука, это делали специально, крестить еще раз, давайте завершать на сегодня наш выпуск, мы и так что-то разболтались, сколько мы, это уже больше часа, да, с вами был Денис Рублевский, Денис Ким, мы напоминаем, что мы ждем от вас предложений, по новым темам, пишите комментарии, делайте репосты, подписывайтесь на нас, во всевозможных всех этих, супер соцсетях, и ставьте, жмите на колокольчик обязательно, и пишите свое мнение по поводу, что вы думаете о том, почему группы, и зачем меняют вообще, в принципе, звучание свое, и становится... Я вам сказал тогда, скоро увидимся, напишите топ 5, или там топ 3, вашей любимой команды, которые именно, не бронерезы, вот как Slayer, начали и вперед, а которые, когда-то были в одном стиле, а сейчас поменяли стиль, но при этом, они по-прежнему вам нравятся, вы их любите. Ну все, давай заканчивать. Все, ребятушки, пока, увидимся в следующую среду.